добрый день всем присутствующим добрый день с вами компания кит финансы я елена беляева и наш очередной брифинг посвященный техническому анализу нашего рынка и так давайте будем смотреть что происходит так что у нас сегодня на рынке то есть помните вчера мы ждали что рост но по крайней мере приостановится и рынок будет постепенно переходить к снижению ну пока честно говоря рынок замер в ожидании то есть тех обещанных санкций как тут дополнительных которые которыми все угрожали пока не последовало но я думаю что вот до конца недели все-таки власти европейские определиться определяться с списком каких-то новых угроз и все-таки это случится то есть сегодня начинается заседание и членов евросоюза и собственно один из вопросов которые будут рассматриваться будут рассматриваться эти санкции и соответственно скорее всего сегодня ближе к вечеру или завтра они будут озвучены посмотрим что скажут америка скорее всего какие-то дополнительные санкции начнет обсуждать уже на следующей неделе поэтому все-таки пока не считаю что есть какие-то поводы для роста и считаю что имеет смысл быть осторожными и сокращать длинные позиции сейчас и в общем-то ожидать снижения и при переходе к снижению соответственно занимать возможно даже будет вариант входа в короткие позиции то есть сейчас пока вот на настоящий момент сигналов для входа в короткие позиции по акциям нет но и нет причин для покупки акций давайте посмотрим на внутридневную динамику индекса ммвб сегодня то есть вот такой такая неспешная коррекция продолжается пока сейчас уровень 1300 выступает поддержка 1300 1310 вот этот диапазон и пока вот текущее снижение выглядит как коррекционное то есть пока здесь ничего такого опасного не происходит но просто в связи с тем что мы знаем что ситуация достаточно быстро может измениться поэтому считаю что пока не время закупаться акциями или держать какие-то большие позиции в акциях то есть сейчас мне кажется максимум 30 процентов от портфеля и это только в том случае если уже есть по этим позициям прибыль и стопы стоят уже выше безубиточности тогда можно эти позиции подержать по таким бумагам как например аэрофлот рост продолжается нет смысла закрывать по ммк а вот по другим бумагам мне кажется пока нет смысла настаивать и держать длинные позиции то есть мне так кажется что мы увидим в ближайшее время а именно и завтра и особенно на следующей неделе мы увидим индекс мвб на более низких уровнях поэтому пока длинные позиции отскок отработал есть смысл зафиксировать ту прибыль которую заработали на этом отскоке пока ждем более понятной ситуации на рынке сейчас нужно дождаться той информации которая будет определять движение рынка в дальнейшем вот поэтому пока по большинству бумаг без позиции давайте пробежимся по бумагам посмотрим что здесь происходит в тб ну вот в тб в принципе можно еще подержать тут еще есть какой-то может быть потенциал для роста но вот ниже уровня 3 35 сотых копейки ниже вот этого уровня тогда нужно поставить стоп и если движение пойдет ниже то с длинными позициями лучше распрощаться по норнику ли мы вчера говорили о том что лучше бы уже зафиксироваться но вот здесь собственно для среднесрочных позиций пока выхода из длинных позиций сигнала не было но для краткосрочных позиций сигнал на выход из длинных позиций был то есть здесь в зависимости от того какие позиции держите тоже повода пока для покупки для открытия новых позиций точно здесь нет газпром также не доходя до уровня 130 остановился и тоже рисует такую фигуру пока вот она выглядит как коррекционная и в общем-то пока оставляет еще надежду на то что может быть какое-то финальное движение в район 130 рублей но опять-таки гарантии нет поэтому я считаю что тоже лучше побыть без позиции там дальше интерао ну тоже в принципе можно поддержать со стопом ниже 21 средний но ситуация скорее всего будет развиваться так что движение пойдет в сторону понижение котировок дальше лукойл в общем то здесь ничего и не было мы сюда не рассматривали варианты входа в эту бумагу поэтому без позиций так и продолжается ситуация пору с нефти пока тоже 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 не было сигнала входа не в длину не в короткую позицию пока без позиции по ммк вот здесь немножко еще потенциал движения в район пять и шесть рублей есть то есть если длинные позиции уже есть то их поддержать можно если их нет то открывать уже не стоит дальше мост бирже вчера еще говорили что в общем-то достигла она уровня коррекционного 58 рублей целевого тоже есть смысл зафиксироваться пока не стоит рисковать то же самое мтс здесь уровень 260 был целевой и также ситуация по сути дела отработана лучше подождать следующую далее по сбербанку тоже по сути дела был выход из длинных позиций тоже есть смысл зафиксировать позиции по системе то же самое и вот исключение составляет аэрофлот пока ждем немножко позже здесь началось движение поэтому здесь немножко еще потенциал движения есть и поэтому нет смысла выходить потому как движение продолжается но стоп за позиции все равно двигать стоит то здесь целевый уровень 62 рубля пока есть какая-то надежда что этот уровень будет достигнут по фск тоже вчера собственно был достигнут уровень 6 с половиной копеек тоже по сути дела нет смысла здесь настаивать на своем то есть сейчас лучше побыть либо без позиции либо если уже есть длинные оппозиции а и они в каком-то уже достаточном плюсе защитить их стопами и в случае разворота рынка тогда уже закрываться выходить в состояние без позиций для открытия коротких позиций пока сигналов тоже не было поэтому тоже спешить не стоит так что транснефть вопрос по транснефти там в общем-то даже и отскок это не было то есть возможно если ситуация будет более-менее спокойной в ближайшее время в принципе может здесь этот отскок возникнуть в принципе уровень 71 500 которые сейчас достигли котировки является таким неплохим уровнем от которого отскок произойти в принципе может но пока вот на данный момент каких-то сигналов для сигналов для входа здесь длинная позиции пока нет но можно посмотреть последить если есть сигнал будет можно попробовать но в общем то лучше все-таки посмотреть на тот фон новостной который будет честно говоря сейчас ситуация не располагает длинным позициям поэтому может быть чуть позже здесь отскок будет поэтому пока так скажем лучше побыть без позиции так дальше что еще по фьючерсам значит нефть достаточно предсказуемо снижается устанавливали целевой уровень 105 долларов за баррель нефть бренд пока вот ничего не поменялось пока эта цель является актуальной дальше рубль относительно доллара немножко подрастает и есть такое коррекционное движение здесь есть цель этого коррекционного движения уровень по фьючерсу где-то 36 500 и вот посмотрим как ситуация будет дальше развиваться мне кажется что есть в общем-то в этой ситуации опасность возобновление атак на рубль в том случае если опять таки будут в объявлены санкции и будет какая-то нисходящая ситуация реализовываться на рынке акций поэтому здесь пока тоже я бы сказала без позиций то есть нужно сначала дождаться какой-то так скажем определенной информации которая бы могла помогла нам понять как дальше будут будут будет ситуация на рынке развиваться в каком ключе поэтому здесь пока целевой уровень 36 500 по фьючерсу дальше будем смотреть по фьючерсу на индекс ртс вчера был в общем-то сигнал для входа в короткие позиции в 10 часов вечера как раз когда объявляли о решение после заседания фрс и вот как раз 10 часов началось движение и вечером был вход в короткие позиции то есть если на вечерней сессии заходили в короткие позиции в них пока можно оставаться до следующий сигнал для входа в короткие позиции будет уже при пробое уровня 110 500 то есть когда уже будет пробиваться минимум который образовался то есть пока в продолжение не последовало сегодня такое явное боковое движение то есть фьючерс занял выжидательную тоже позицию ждет будет ли дополнительный негатив и будет ли он усиливать движение вниз пока ждем поэтому пока спешить в общем то не стоит так гений читает что это может быть самые низы рынка и разворот уже был с принятием крыма в наши объятия и будет бурное продолжение я думаю что это слишком как бы сказать оптимистичный взгляд на на вещи мне кажется что с принятием крыма только все началось и на самом деле будет продолжение и может быть даже в течение нескольких лет мы еще будем расхлебывать те последствия которые сейчас на нас свалятся то есть на самом деле в общем то дело совершенно не в крыме и тут ситуация совершенно в другом здесь сейчас происходит противостояние то есть россия в лице путина она пошла против воли америки что никому не позволялось до этого момента и в общем то все кто так поступал всегда были наказаны то есть в данной ситуации тоже америка будет наказывать россию всеми способами которые ей доступно и будет заставлять делать это всех кто находится в подчинении а именно в европейские страны поэтому гадостей будет еще много и я думаю что то никакого бурного роста с текущих уровней не будет а будет еще по крайней мере несколько месяцев достаточно сложных поэтому здесь совсем не исключаю что может быть на дивидендных каких-то идеях там месяц полтора движения будет но в целом ситуация достаточно такая долгосрочная и в общем то считать что все уже плохое позади мне кажется нет оснований для этого абсолютно вот поэтому да вот гости секретарь белого дома призывает шахтить наш рынок да точно есть такие сообщения то есть угрожают и нашему рынку угрожают и валюте то есть говорят о том что в общем то могут с рублем сделать все что угодно и поэтому в общем то акции неприятные различные против россии будут и в общем то и поэтому ну вот расслабляться не стоит поэтому таким образом вот олег считает что договоримся с китаем а америка захлебнется в своих трежерях но на самом деле вот для россии союз с европой более понятен и продуктивен и для нас было бы это более полезно но если вы события действительно будут развиваться в таком неприятном ключе то естественно как бы россию вынудят объединиться с китаем с индией с бразилией с венесуэлой и будет ну вот это вот противостояние двух миров которые пока честно говоря непонятно чем закончится поэтому сейчас ну возможно мы видим начало такого глобального передела мира и вот этот передел он вряд ли будет происходить в течение короткого промежутка времени возможно это будет даже несколько лет вот поэтому здесь достаточно серьезно сейчас процессы происходят и вот именно в политике в экономике и они будут влиять на рынке потому что вся финансовая система она представляет из себя единое целое поэтому здесь я думаю что мы еще увидим достаточно разнообразные ситуации и рынок еще достаточно длительное время будет оставаться спекулятивным то есть там будут движения достаточно сильные и восходящие и нисходящие то есть рынок будет штормить еще достаточно продолжительное время вот поэтому будем морально готовы к этому так скажем так дальше что еще что мы не посмотрели все в общем то по обзору давайте отвечу на вопросу на вопросы так на вопросы отвечу и александр спрашивает где можно посмотреть ваш вчерашний вебинар я так понимаю который проходил 19 часов честно говоря не собиралась его выкладывать но если вам надо могу выложить если напишите свою почту я вам пришлю ссылочку если есть интерес не проблема так ну вот давайте на этом будем завершать наш сегодняшний обзор и всем спасибо за внимание всем удачных торговых решений и еще раз напоминаю будьте осторожны сейчас не не такое время чтобы рисковать